В первую ночь нового года появились на свет больше полусотни малышей, новых жителей Актубе. В 2017 начался также с роста тарифов на комуслуги, вступление в силу новых законов, в том числе обязующего граждан регистрироваться по месту жительства и ставить на учет всех временно проживающих. Поэтому весь первый месяц года по всей стране шла активная работа по информированию казахстанцев о новшествах в законодательстве. Январь запомнился и традиционными отчетами Акимов перед населением, а также визитом в Актюбинскую область группы депутатов, мажелиса парламента республики. С 1 января сотрудники ДПС, по примеру, европейских стран, стали работать по новой норме, без жезлов. Для фиксации нарушения правил дорожного движения с этого года используются видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел. Остановка производится только жестом руки с одновременной подачей свистка, либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов. Громкоговорящего устройства, установленных на патрульной машине, а также в режиме автопатрулирования. Понимать полицейских даже без жезла теперь нужно и на перекрестках, где неисправен, к примеру, светофор. Вместе с Новым годом пришли и новые цены. С 1 января курить в Казахстане стало дороже. К тому же ценники изменились и на алкогольную продукцию. Ажиотаж в первые дни Нового года в магазинах поутих, а недовольства стало все больше. Почти все дорого. Водка немножко. Ой, праздники. Немножко скидка было. Сахар подорожал здесь немножко. Да, 10 кинги. Сигареты, газ. Да, спасибо вам тоже. Сигареты на сколько подорожали? На 50 кинги почти подорожали. Да, да. Я не курю сами. Пацаны, скажут. Сказалось. Раньше 250 брал, теперь 300 кинги. В этом году подорожало чай и сахар. Мы пенсионерам и трудно. На 30 кинги сигареты подорожали. На водку, не знаю, жена покупает. Какие продукты подорожали? Все. Все подорожало. Только пенсию добавили, да? Копейки, да? А все подорожало. Сигареты, да, подорожало. Стоило он 260, сейчас 300 кинги он стоил. Накладно? Конечно, накладно. С простым рабочим таким. Конечно, это дорого для нас. Мне кажется, подорожало много чего. От молока разного. Разных продуктов, таких как молочный, кефир. Мы же подорожали на 300 кинги. Это накладно? Ну, как сказать. Можно сказать, что накладно. А помимо сигарет, что еще на ваш взгляд повысилось в цене? Ну, продукты, смотри, тоже подорожали. Молочные продукты, мясо. В начале года частные автоперевозчики Актубе, ТО, автопарк и пассажирское автотранспортное предприятие в очередной раз потребовали повысить плату за проезд в общественном транспорте до 80 или 100 тенге. Необходимость увеличения тарифа в обеих компаниях объяснили тем, что действующий тариф не покрывает затрат предприятий. Пассажиры новости о возможном подорожании проезда восприняли без радости. Впрочем, члены общественного совета Актубе посчитали доводы перевозчиков относительно повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. С нового года актюбинские школьники были вынуждены распрощаться со смартфонами. По крайней мере, им запретили пользоваться гаджетами во время занятий. Соответствующее распоряжение в начале января обнародовало руководство областного управления образования. Самый главный праздник в церковном календаре – рождение Христова. По традиции отметили православные всего мира. По этому случаю в Свято-Никольском кафедральном соборе состоялись божественные богослужения. Поздравить христиан пришел глава региона Бердебек Сапарбаев, который в своей торжественной речи отметил важность толерантности. В январе исполнилось 25 лет со дня образования внутренних войск Казахстана, а ныне Национальной гвардии Казахстана. К этой дате в Актубе на территории воинской части 66-55 10 января открыли мемориальную доску в честь погибших при июньском теракте 2016-го военнослужащих. Спасибо, что не забывает о нашем сыне. Пригласили нас на открытие мемориальной доски. Пусть больше никогда такие события в нашей стране не повторяются для нашей семьи. Смерть старшего сына – очень тяжелая утрата. 19 пособникам преступников, устроивших в прошлом году теракт в Актубе, снизили на четверть сроки заключения. Все они осуждены по статьям Уголовного кодекса Республики 432 за недонесение о преступлении и укрывательство преступления. Остальным 10 преступникам, непосредственным участникам террористического акта, в сокращении сроков заключения отказано. Такое решение было принято коллегии областного суда при рассмотрении апелляции осужденных 12 января. 13 января актюбинскими полицейскими был ликвидирован подозреваемый в незаконном хранении оружия. Во время задержания он пытался выстрелить в стражи порядка и был застрелен на месте. Также было установлено, что изъятное на месте происшествия оружие убитого числится в категории «криминальное» и находилось в розыске полиции Башкортостана Российской Федерации с 2006 года. Ну и одним из самых ярких событий января в Актюбе стала факельная эстафета огня 28-й Всемирной Зимней Универсиады. Зарождение пламени Универсиады 2017 прошло на территории Университета имени Жубанова. Церемонию открыл Акимобласти Бердебек Сапарбаев, передавший священный огонь студентке 4-го курса «Аргу» спортсменке Назгульба и Мухамбедовой, которой выпала честь первой нести факел Универсиады по улицам города. Длина маршрута составила 12 километров. Гульбай Мухамбедовой, чемпионки мира 2016 года, мастеру спорта международного класса по тейквондо, студентке Государственного Университета имени Фудайбергена Жубанова! Февраль месяц никаких глобальных резонансных происшествий, к счастью, нам не принес. В Казахстане были заблокированы группы в соцсети ВКонтакте, пропагандирующие суицид. В соцсетях появилось видео, на котором военный вертолет совершил посадку во время бурана на автотрассе в Актюбинской области, преградив дорогу грузовой фурии. Около 220 миллионов тенге задолжали актюбинские энергетики поставщикам газа. Экс-директор автопарка Миржан Ундергенов, осужденный за хищение бюджетных средств, в особо крупном размере открыл из правительной колонии цех по ремонту автозапчастей. А бывший футболист футбольного клуба «Октюбин» Марко Спизелли потребовал от клуба свыше 64 миллионов тенге. Депутаты мажориса парламента Глеб Щегельский, Данья Испаева и Артур Платонов в ходе рабочего визита в нашу область посетили ряд предприятий и учреждений, в том числе народные избранники, встретились со студентами и преподавателями Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Аспанова. Усиление парламентской полномочий теперь в случае выборов депутатов мажориса перед ними слагает полномочия правительства, и мажорис парламента будет самостоятельно утверждать премьер-министра и министров несилового направления. Соответственно, появляются функции мажориса и освобождение любого министра, и высказывание вот ему недоверия всему правительству. В последней декаде февраля был задержан начальник станции, подозреваемый в торговле людьми. 17 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий, актюбинские полицейские разоблачили незаконную деятельность, связанную с трудовой эксплуатацией. Жертвами преступников стали две женщины, которых полгода держали в одном из крестьянских хозяйств Храмтаусского района в качестве рабсилы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний житель района, который имел достаточно высокое положение в районе. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 128, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Торговля людьми целью трудовой эксплуатации». Подозреваемый во дворен ВВС Храмтаусского района. Расследование продолжается. В середине февраля в октябре состоялось первое заседание противопаводковой комиссии. На нем были определены задачи всех служб на предстоящий период весеннего половодия. К этому моменту было вывезено более 400 тысяч кубометров снега. Готовились пункты приема граждан, ввелся мониторинг состояния местных водохранилищ. Как тогда сообщали власти города, объем воды в них позволит принять талые воды. Снега в этом году у нас чуть больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в прошлом году выпавший снег был растаян дождями, которые проходили. Поэтому, если сравнить с прошлым годом, то снега в этом году чуть больше. Но, несмотря на это, по сведениям Казгидромет, осеннее увлажнение почвы меньше нормы идет, чем предстоящие к поводку. И вот этот факт мы тоже учитываем и будем иметь в виду, когда начнется уже активное таяние снега. И хочется отметить, что акиматами уже, организациями начатой работы по подготовке соответствующих материалов, это инертные материалы. Пока власти готовились к предстоящему поводку, зима не раз напоминала о себе февральскими буранами и морозами. Так, 15 февраля 11 жителей села Котыбар Мугалжарского района едва не замерзли в степи. Из-за отсутствия проезда к населенному пункту в результате снежных заносов люди были вынуждены оставить авто и продолжить путь пешком. В целости и сохранности домой прибыли все, кроме 41-летней женщины. Силами акимата Акимевского сельского округа, это 5 человек и 2 единицы техники, гражданку обнаружили в 300 метрах от поселка Котыбар. Ее доставили в центральную районную больницу города Камдегас, госпитализировали в отделении травматологии с диагнозом переохлаждения. На данный момент состояние удовлетворительное. Актьюбинские спасатели тем временем вызвали из ледяного плена еще 15 человек возле поселка Родниковка. Накануне группа жителей поселка выехали на кладбище для проведения похорон, но из-за поднявшейся метели обратная дорога оказалась под высоким слоем снега. Сопровождавший сельчан тягач К-700 при расчистке проезда застрял и людям пришло в течение 6 часов находиться в своих автомобилях, пока их не спасли специалисты ДЧС. Они выбраться уже назад самостоятельно под вечер не могли. Просидели в автомобилях Белуаз таблетка у них и легковые автомобили. Они просидели более 5 часов, по сути дела сожгли практически все свои горюче-смазочные материалы, то есть весь бензин, который был в автомобилях. И уже добраться до поселка Родниковка самостоятельно у них не было никакой возможности. Наши ребята выехали на этот выезд по поступлению сигнала. И в 2 часа 10 минут всех 15 человек эвакуировали и доставили в поселок Родниковка. Отмена аттестации школ, безбумажный документооборот и уменьшение педагогической нагрузки. Вице-министр Министерства образования и науки Эльмира Сухомердиева, посетившая наш город с рабочим визитом, рассказала учителям Актобе о грядущих переменах в сфере образования. Мы все прекрасно знаем и мы призываем учителей. Вы должны будете собирать сведения и сдавать и заполнять отчеты только 2 раза в год. Поэтому мне хочется предупредить районное дело образования, областные, чтобы они не злоупотребляли и бесконечные отчеты. А то у нас новое дело мы сдадим. И после этого сколько мальчиков, сколько девочек, сколько по национальностям, сколько плюсов, сколько минусов. И тут все улыбаются, педагоги уже знают, что так оно и есть. Поэтому мы над этим будем тоже жестко, за этим будем строго следить, для того, чтобы не было у нас перегрузок учителей. Ищи должны заниматься учителям своим основным делом, правильно же? Поэтому мы вот за это, я вижу, что все рады и поддерживают, потому что для нас это самое главное. Первый месяц весны ознаменовался значительными изменениями в системе вещания РИКТВ. Зрителям была предоставлена возможность смотреть любимые программы в лучшем качестве. Представительницы прекрасной половины человечества тем временем отметили Международный женский день. Руководство области организовало в их честь большой прием. На смену праздникам приходили трудовые будни. Чиновники готовились к противопаводковым мероприятиям, боролись с нарушителями общественного порядка и призывали октябинцев любить свой город. 1 марта телеканал РИКТВ начал вещание в цифровом формате. Для того, чтобы всегда оставаться на первой кнопке ОКТУБЕ, телезрителям необходимо было произвести обновление списка каналов. Для этого вам необходимо произвести следующие действия. Заходим в меню «Установки», «Системные настройки», «Настройка каналов», «Настройка цифровой конфигурации», «Цифровая настройка», «Автопоиск каналов». Теперь в списке каналов находим РИКТВ. Настройка цифровой приставки производится следующим образом. Нажимаем кнопку «Меню», «Автопоиск». Необходимо ввести пароль «400». Производится поиск телеканалов. Список каналов обновлен. Представительницы прекрасной половины человечества отметили Международный женский день. Большой прием в честь многодетных матерей и заядлых карьеристок, хватких бизнесвумен и отчаянных домохозяек, ответственных чиновниц и активных общественниц организовал накануне весеннего праздника Акимобласти Бертбек Сапарбаев. «Многие наши женщины трудятся в различных отраслях нашей экономики и промышленности, в сельском хозяйстве, в бизнесе, в строительстве, в социальной сфере. Трудятся именно так, чтобы быть примером всем остальным. Еще раз мы благодарны вам за ваш труд, а теми на всех мужчин нашей области мы вас поздравляем с наступающим праздником». На смену праздникам пришли трудовые будни. Чиновники готовились к противопаводковым мероприятиям. В первую очередь работами были охвачены наиболее проблемные участки Актубе. Это районы Курмыш, Москва, ГМС и Шанхай. Основной упор делался на уборку снега, который прошлой весной вывозили на 8 городских полигонов. В борьбе с весенним половодием было задействовано более 100 единиц водооткачивающей техники. «На сегодняшний день из имеющихся 34 километров ливневых канализаций, более 30 уже почищены. Из больших каналов, которые имеют по городу, 4 канала, все почищены. Кроме того, в прошлом году из бюджета было предусмотрено средства для очистки, укрепления дам, берегов и для расширения русла река Сазда, это шестихатка. Все работы были проведены. На сегодняшний день все каналы, канавы от снега очищены. По городу вывезено более 670 тысяч кубов снега. Все городские улицы от снега на сегодняшний день очищены». Все время в Ак-Тубе стартовала общегородская акция по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. По поручению Акима области Бердбека Сапарбаева ежегодное мероприятие началось намного раньше. Первоочередная задача, которую власти поставили перед ответственными структурами, уборка снега, снятие наледи и сосулек, очистка рыков и вывоз мусора. Между тем, в стране дорожал бензин. Стоимость АИ-92 сначала выросла до 142-143 тенге за литр. Позже актюбинцы стали покупать популярную марку за 152 тенге. «Пора на газ, наверное, переходить». «Против, конечно, поднятия цен, потому что на нефти сидим, и это самое, и все у нас от собой. Ну, против, ну, не взывать». «Да, два нефтеперегонных завода, Павлодарский и Чемкенский, но они уже устарели уже. Если что там оборудование все устарело, надо бы новенький завод построить. Если евро-5 бензин хотим выпускать, то надо бы новую заводу построить». «Негативно отношусь к этому. Почему? Потому что у нас машина есть. Поэтому». «Любое повышение – это плохо. Любое повышение. Конечно, мы же потребители». На актюбинских АГЗС периодически исчезал газ, а там, где он был в наличии, выстраивались километровые очереди из автомашин. Дефицит данного вида топлива привел к повышению его стоимости, с чем простому народу тоже пришлось смириться. В апреле и по большей части новостные выпуски были посвящены весеннему потопу. Власти расселяли пострадавших, выделяли материальную помощь, в то же время ответственные за наличие на заправках жиженного газа чиновники. Заявляли, что голубое топливо для авто есть и будет, а активные женщины создали свой клуб политиков. В самых первых числах апреля полицейские заявили, что упростили процедуру оплаты административных штрафов. С 1 апреля пополнение госбюджета нарушителями закона начало осуществляться не в здании бывшего ГАИ, а в СОНах. В Актюбе был создан клуб женщин-политиков. Новая организация создана для того, чтобы заниматься не только политической составляющей нашего общества, но и социальной. Так предоставляется консультативная и организационная помощь матерям-одиночкам и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особенно эта работа проводится в районных центрах областей для того, чтобы были в районах также были женщины, активные женщины политики. Это связано с проведением гендерной политики Республики Казахстан, чтобы в дальнейшем также эти женщины могли выдвигаться как кадровый резерв на должности заместителя Акимов, Акимов районов города и области. В 10-х числах апреля чиновники заявили, что объем сжиженного газа, выделяемый ежемесячно для Аксюминской области, увеличился на 2000 тонн и к тому моменту составил 7200 тонн. Добиться такого результата удалось благодаря работе спецкомиссии. Она была создана после имевшего место дефицита газа на заправках. В результате принятых мер цены на газ в Ак-Тубе были снижены на 16% с 55 до 41-43 тенге за литр. Раньше мы получали напрямую с СМПС, это была цена совсем другая, а сейчас получается единый оператор, который аккредитован и обязан хранить на хранение газ. Как компания сейчас? Сейчас у нас Кепель-Сапа, как бы логистик и Голстеп, они как бы сейчас под следствием, поэтому нам предложил. И Кепель-Сапа нам предложил низкую цену, и, естественно, сама по себе цена снизилась, и мы даем ниже цену уже населению. После 10 апреля Ак-Тубе в прямом смысле поплыл. Сразу часть районов оказалась под водой. Это дачные массивы в районе Создинского водохранилища и Кривого озера, дачи на ГМЗ, Кирпичном и Вакжаре. Сотрудники ДЧС эвакуировали сотни человек. Ак-Тубинцы говорили, что подобный потоп переживали только в 70-х годах прошлого века. Мы все спали, когда пошла вода. Сначала не поняли, что случилось. Потом оказалось, что всю улицу затопило полностью. Не знаем откуда, почему. Еще вечером все было спокойно. Грязь, конечно, и огромные лужи были, но не река. Хотя всегда здесь весной такие проблемы. В чем причины, непонятно. Техника вот приехала, откачивала всю ночь. Что-то прорыли, уходит потихоньку. Но, пожалуй, во время паводка самый трагический случай произошел в одной из семей, проживающих в селе Жанаконес, в которой утонул 9-летний Бржан Ерсаинов. Ребенок играл у реки со сверстниками и упал в воду. Мальчика искали несколько дней. Тело нашли только после того, как уровень воды в реке Женышке упал и оно всплыло на поверхность. А уже 16 апреля власти объявили чрезвычайную ситуацию и проводили экстренные совещания. В местах реального и возможного подтопления велись необходимые мероприятия. Укреплялись дамбы, расширялись водоотводные каналы. Основная масса жителей затопленных районов была размещена в школах. Для пострадавших был создан фонд Кулганат. В итоге те, кто лишился дома или чье жилище было испорчено талыми водами, могли рассчитывать на поддержку. Но чуть позже Буржан Сыздыков, главный спасатель нашей области, рассказал о причинах подтопления. На 17 апреля наполнение Актюбинского Создинского водохранилищ составляло 100%, Кроголинского – 96%. Земля на площади водосбора все еще замерзшая. Это отчасти стало причиной половодья. Кстати, в те дни на рынках высокие резиновые сапоги, или, как их еще называют, болотные, найти было невозможно. Продавцы говорили, что сезонный спрос на обувь в этом году превзошел все ожидания. Продажи в связи с паводком выросли в разы. Но сам паводок начал отступать только лишь в 20-х числах апреля. В апреле нелегко было и сотрудникам местного морга. Они пили валидол и просили защитить их от произвола своего начальства. Новый директор Дауре Наймаков, по словам подчиненных, заставил их заниматься спортом. Не пришедших на соревнования грозил оформить, как прогуливающих, основную работу. Также он обязал отмечать в коллективе дни рождения в виде фуршетов и якобы поручил чертить проекты нового морга. Но 21 апреля актюбинские прокуроры отметили 20-летие управления Комитета по правовой статистике и спецучетом. В ходе торжественной встречи были отмечены основные достижения ведомства и поощрены лучшие сотрудники. Под общим шинераком весело и позитивно встретили в этом году Первомай жители нашего города. Впервые после долгого перерыва актюбинцы вновь вспомнили о первомайских демонстрациях и прошлись дружными колоннами, но теперь уже под лозунгами «Единство, согласие и мира». Двойной праздник оказался в этот день у новоселов. 115 человек получили ключи от новых квартир в пятиэтажном доме, возведенном по программе «Дорожная карта занятости-2020». В 2016 году для решения квартирного вопроса была разработана и утверждена программа жилищного строительства «Нур-Лежер». В Ак-Тубе для этого выделена большая площадь земли в микрорайоне Нур-Ак-Тубе, где, согласно условиям, очередники 2006 года смогут приобрести не просто голый земельный участок, а уже готовый дом. На строительство каждой квартиры не превышает 120 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Площадь этих строений составляет 120 квадратных метров. Если претенденты, которые желают участвовать по этой программе, они уже будут проходить как платежеспособность через Жилстройсбербанк. После подтверждения их неплатежеспособности они имеют право уже заключать договор на приобретение данного жилого улова. Торжественным парадом актюбинцы отпраздновали День защитника Отечества. На главной площади у областного Акимата была организована также прямая трансляция торжественных мероприятий из Астаны. С церемониала возложения цветов у обелиска «Слава Вечный огонь» началось в нашем городе празднование Дня Великой Победы. Торжественные мероприятия прошли также на Аллее Героев, у мемориала Ибюста, Аллеи Молдогуловой, на Братской могиле, у знака памятника «Пушка». Со дня окончания Великой Отечественной прошло 72 года. Отметим, что 38 актюбинцев, воевавших в годы Великой Отечественной, стали героями Советского Союза. Еще 9 – полными кавалерами орденов боевой славы. Сейчас в области проживают всего 90 ветеранов. Мой отец Кусаин Машанов дошел до Берлина. Мы очень гордимся его подвигами. Сегодня мы пришли к Вечному огню, чтобы почтить его память. Он прожил ровно век и умер в 100 лет. В нашей семье к нему всегда относились с глубоким уважением. Мы всегда рассказываем о нем своим детям, внукам. Молодой, красивый, пошел на фронт, стал танкистом и уже под Берлином сгорел в танке. Ключи от новых квартир и денежные средства вручили семьям, пострадавшим от наводнения. По данным спецкомиссии, в результате паводка пострадала 771 семья. Более 60 семьям выделены земельные участки в сельских округах. 10 семей получили квартиры в арендном доме. Оказана материальная помощь на сумму более 16 миллионов тенге. Десятки зданий в Актубе относятся к объектам долгостроя. Городские власти составили график, согласно которому владельцы этих строений должны ввести в эксплуатацию их до конца года. В случае, если график ввода будет нарушен, предпринимателям пригрозили крупными штрафами. Однако, как видно уже сейчас, большинство замороженных объектов так и перекочевали в будущий год. Вопрос остался нерешенным. История семилетней Кристины Шустер, которая после родительских побоев оказалась на больничной койке, не закончилась. Буквально через несколько дней история получила не менее резонансное продолжение. Отец и приемная мать девочки покончили жизнь самоубийством, прыгнув с ретрансляционной вышки. Напомним, в отношении родителей возбудили уголовное дело за неоднократное избиение девочки. Возможно, это и подтолкнуло их к совершению суицида. В честь Международного дня музеев актюбинские хранители истории организовали Ночь музеев. Горожане смогли познакомиться с редкими экспонатами прямо под открытым небом. Акция завершилась за полночь. Посетители смогли также принять участие в национальных играх и состязаниях. Новшествами стали инсталляции из нитей и скульптуры из скотча. Официально запретить нетрадиционные религиозные течения предложил в рамках выездного заседания Комитета по международным делам обороны и безопасности Республики Казахстан Аким Активенской области Бердвек Сапарбаев. Главный посыл мероприятия бороться со злом сообща объединив усилия общественных организаций политических партий госорганов а еще лучше пресекать это зло на корню не доводя до крайностей. В рамках празднования 85-летия Актюбинской области в Актюбе прошел республиканский айтыс Акынов. Участие в музыкальном первенстве приняли известные казахстанские исполнители. Десять пар состязались в мастерстве лучшие из Акынов сразились в финальном поединке. В суде прошли премия по делу экс-гендиректора футбольного клуба Актюбе Дмитрия Васильева и бывшего начальника областного управления спорта и физкультуры из Кендербека Маханова. В своем последнем слове в течение двух часов Васильев неустанно доказывал свою невиновность. Опровергал обвинения, предъявленные прокурором, приводил доводы и аргументы, согласно которым он и его бывшее руководство выступают лишь в роли пострадавших, но никак не нажившихся на государственных деньгах коррупционерах. Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли во всех школах области. К получению аттестата зрелости актюбинские учителя подготовили 6582 выпускника. 444 из них претенденты на получение знака Алтенберге. В поселке Жанаконес распахнула свои двери новая мечеть вместимостью 700 человек. Строительство началось в 2013 году за счет средств мецената. В благом деле участвовали и другие жители поселка. Открытие мечети приурочили к началу священного месяца Рамадан. Свыше 7 миллиардов тенге составил ущерб от хищения нефти в нашей области за 5 лет. Это только по раскрытым уголовным делам. В целом, за этот период было расследовано 160 уголовных дел, связанных с хищениями нефти. Сейчас межведомственная следственная оперативная группа по заявлению Сагис Петролем Компани расследуется уголовное дело. Установлено, что операторы, мастера и охранники одного из месторождений по ночам продавали нелегалам часть добытой емкости нефти. Выявлено на сегодня хищение таким образом 530 тонн нефти. Расследование продолжается. 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. По традиции в этот день прошел митинг у мемориала на Верблюжьей горе. По оценкам историков, 30-е и 40-е годы в нашей области репрессиям подверглись около 8 тысяч человек. Из них более 2 тысяч были расстреляны. Первый месяц лета в этом году начался совсем не с радостных событий. 1 июня в День защиты детей трое подростков утонули прямо в городе в реке Саздена против мечети Нургасыр. А 5 июня весь город вспоминал трагические события случившиеся год назад. Но, конечно, месяц был наполнен не только печальными событиями. 1 июня в Октюбинском оперативно-спасательном отряде сообщили о гибели трех подростков на реке Саздэ. Трое мальчиков 2002-2003 годов рождение играли в реке напротив мечети Нургасыр. Провалившись между плит лежавших под водой подростки утонули. А 5 июня этого года был днем траура для октюбинцев. Ровно год назад в Октюбе прошли трагические события, в которых погибли 25 человек. 4 гражданских, 3 военных и 18 самих террористов. 22 человека было ранено. В этом году по этому поводу скорбил весь город. Этот день мы никогда не забудем. Теракт 5 июня 2016 года вспоминали в воинской части 66-55 6 июня. Здесь состоялся день мужества и отваги, посвященный военнослужащим, проявившим героизм в дни трагических событий. 9 июня 47 семей, пострадавших в результате паводка, получили очередную партию гуманитарной помощи. Постельные принадлежности, продукты и хостовары на сумму около 20 тысяч тенге были выданы обществом красного полумесяца. Людей пригласили в 40-ую школу и принимали в порядке очередности. Сегодня мы проводим благотворительную акцию в связи, который был у нас в наводнении, после объявления городского акимата по этому поводу и мы провели анкетирование. При анкетировании мы взяли только тех, которые нуждаются. Это так называемые малоимущие люди. Это значит дети сиротые, многодетные, одинокие, престарелые. Теперь, после проведения анкетирования, сегодня они пришли. Здесь пришли сегодня 47 семей. Самых лучших выпускников 2017 года 12 июня лично поздравил Аким области Бердебек Сапарбаев. 200 человек получили благодарственные письма за отличные успехи, билеты на экспо, а также денежные сертификаты. Мы руководство области благодарны вашим родителям, вашим учителям, которые вам дали хорошие знания, образование, воспитание. Всегда любое государство, любой народ осенивается со своими образованными, культурными, интеллигентными, здоровыми людьми. И вот вы как раз представляете именно тот слой молодежи нашей области. Мы вам не гордимся, мы вам желаем удачи, успехов. Канебек Жаксагалиев стал новым начальником местной полицейской службы области. Его кандидатуру одобрили депутаты областного Маслихата на внеочередной десятой сессии. Прежний руководитель местной полиции Канат Алиев был освобожден от отзанимаемой должности по собственному желанию. Журналистов, телеоператоров, фотографов, видеоинженеров и даже активных блогеров соцсетей 22 июня чествовали в здании Драмтеатра. С профессиональным праздником журналистов поздравил глава региона. Один из самых престижных, авторитетных, ответственных профессий является эта профессия журналиста. Не зря говорят, журналист является мостом между властью и населением. Тем более 21 веке, когда развивается технология, особенно информационная технология, жителей Казахстана, ну и других государств, каждый день ждет свежих информаций. 26 июня торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования органов национальной безопасности Республики Казахстан, состоялось в здании областного ДКНБ. К значимой дате сотрудники ведомства приурочили открытие сразу нескольких объектов, ну а гостем праздника стал председатель КНБ Республики Карим Масимов. Для всех поколений сотрудников КНБ этот праздник символ преданности Родине и своей профессии. В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто стоял у истоков создания отечественной спецслужбы, кто обеспечивал и обеспечивает защиту интересов и суверенитета независимого Казахстана. Несмотря на сложную обстановку и новые вызовы, комитет сегодня современная и эффективная спецслужба, надежно стоящая на страже безопасности и поступательного развития нашей страны. 27 июня трехлетний октябин Ниц получил множественные травмы в результате падения с пятого этажа. Его доставили в областную детскую больницу, но спасти не удалось. Аналогичный несчастный случай был зарегистрирован и 23 июня в микрорайоне Нур-Октюбе. Кроме того, 10 человек погибли с начала года на водоемах области, семеро из них дети. Очередная трагедия произошла 27 июня на реке Создинка в районе дачных массивов. Утонул восьмилетний мальчик, который находился у воды без присмотра взрослых. В городском Макимате 28 июня чествовали представители СМИ. 16 работников октябрьских СМИ получили благодарственные письма и премии. Еще двое ключи от служебных квартир. 3 июля октябрь внезапно оказался во власти непогоды. Итог поврежденной кровли, оборванные линии электропередачи, поваленные башенные краны и деревья, помятые автомашины и даже обвалившиеся балконы. Оно и неудивительно. Порывы ветра в городе достигали местами до 25 метров в секунду. Как потом рассказывали октябинцы события того дня напоминали кадры из фильмов про апокалипсис. Чудом обошлось без человеческих жертв. 6 июля в Казахстане отмечали государственный праздник День столицы, в связи с чем на главных площадках города прошел ряд мероприятий. Один из самых зрелищных из них велопробег, в котором приняли участие 100 октябинцев. Велоколонну возглавил Акимгорода Ильяс Испанов. Поздравляю с праздником Астаны. Желаю успехов, чтобы наш Казахстан расцветал соответственно самый красивый город в мире это Астана. Мы все должны работать для того, чтобы развивать нашу Астану. 7 июля у парка первого президента прошло резонансное ДТП. 19-летняя Актьюбинка была насмерть сбита залетевшим с проспекта Абылхайрхана автомобилем прямо на центральной площади парка. Кроссовером Сузуки управляла ее ровесница. От наезда пострадали еще трое людей, оказавшихся в парке в тот злополучный вечер. Все время в регионе продолжался рабочий визит депутатов Можилиса парламента республики, в рамках которого они ознакомились с ходом реконструкции участка автодороги Актуби-Орск. Напомним, общая стоимость проекта составляет 2 миллиарда 700 миллионов тенге, выделенных из республиканского бюджета. В 2017 году средства были затрачены на укладку нового асфальтового покрытия с четырехполосным движением, установку бордюров и освещения. Мы, кстати, между прочим, строительство программного дома. Мы про это не говорили, а вот посмотрите, это уникальная программа. 17 июля глава региона Бердебек Сапарбаев провел пресс-конференцию, посвященную итогам первого полугодия. Так, Акимобласти отметил, что за 6 месяцев 2017-го Акцюбинская область вошла в пятерку быстро развивающихся регионов. Остановился Сапарбаев и на болезненных для акцюбинцев вопросах. Это дороги, цены на сжиженный газ, неприятный запах во всем городе. Горожан в первую очередь волнуют дороги. У нас в городе в 2015-м году заасфальтировано было всего 50%. Улиц 620, да, улицы у нас из 620-ти было всего 50%. Вы сами хорошо знаете, какие улицы были асфальтированы, какие нет. В прошлом году мы заасфальтировали 40 улиц, в этом году мы взяли план 34, но перед акимом города поставлено минимум должен быть 40. Вот так будем идти дальше. В июле экс-депутат Маслехата Акцюбинской области, директор местного автопарка Миржан Ундергенов и его сообщник Ербол Адилов осужденные за хищение бюджетных средств в особо крупном размере вышли на свободу. Неотбытая часть срока наказания была сокращена Ундергенову и Адилову на одну четвертую и заменена на штраф по амнистии. Июль выдался удачным и для экс-директора футбольного клуба Актюбе Дмитрия Васильева, который тоже вышел в этом месяце на свободу. Решением апелляционной инстанции 21 июля он был оправдан и освобожден в зале суда. Приговор, связанный с лишением свободы, заменен на 7 лет ограничения свободы. Постановление о взыскании 44 миллионов сеньги осталось в силе. Запомнился вставляющий в себя логотип и слоган, которые стали визитной карточкой нашего региона. Разработка бренда это одна часть, следующая часть это его продвижение. Очень важная часть продвижения бренда, так как можно сделать бренд, но никто не будет о нем узнать. На примере многих стран можем увидеть, как успешно работает продвижение бренда. Например, каждый из нас, наверное, знает это знаменитное изображение «I love New York», то есть один из успешных вариантов продвижения бренда. И тем самым создатели бренда они невольно заставили нас всех полюбить в Нью-Йорк. Август для нашего города выдался относительно спокойным. Традиционно в последний месяц лета главными заботами родителей школьников стали покупки к новому учебному сезону. Полицейские получили новую технику и дилю августа нарушали только частые несчастные случаи и происшествия скриминогенного характера. Плантацию опиумного мака в середине августа обнаружили актюбинские полицейские в центре города. Растения, содержащие наркотические вещества, выращивал администратор одного из кафе города. 123 куста мака росли на прилегающей к заведению территории. Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД Актюбинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия КОКНАР 2017 был выявлен факт незаконного культивирования и возделывания наркосодержащих растений в одном из кафе, расположенных в центре города. Незаконным культивированием и возделыванием рода мак занимался администратор данного кафе. В ходе обыска было изъято 123 куста растения мака. Данный факт зарегистрирован единый инвестор досудебных расследований по статье 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 22 августа в Актобе автобус сбил 9-летнего мальчика. По сведениям очевидцев, это произошло в районе ГМЗ на пересечении улиц Штурманская и Кустанайская. По данным полиции, 32-летний водитель автобуса ПАС нарушил ПДД, не снизив мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы головы и тела. Вчера к нам поступил ребенок 8-летний с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы сотрясением головного мозга, множественные ушибленные раны в волосистой части головы. Оказана первая медицинская помощь. Ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение, где сейчас проводится консервативное лечение. Ребенку проведено полностью все обследования, на которых изменения, грубых изменений со стороны головного мозга не выявлено. На сегодняшний день состояние ребенка средней степени тяжести в плане планируем на понедельник выписка на дальнейшее долечивание врача неварпатолога по месту жительства. В конце августа 15-летняя девочка утонула в реке Элег. Трагедия имела место на диком пляже в районе садоводческого коллектива «Рентген». Таким образом, на водоемах области к тому моменту погибли 22 человека. В 12 случаях жертвами стали дети. Приблизительно в 18 часов в оперативно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на реке Элег в районе садоводческих коллективов утонула 15-летняя девочка. Ситуация складывается следующим образом. Значит, девочки, их была там группа где-то из 4-5 человек отправились одной из девочек отмечать день рождения. И вот в результате чего ушли в место запрещенное для купания и там утонули. Дома родителям они сказали, что они идут к одной из подруг домой, а на самом деле без спроса, без разрешения, без взрослых ушли на водоем. В начале августа разгорелся скандал в детском саду Кулыным, расположенном в жилом массиве Магаджан Заречного сельского округа. Здесь произошло избиение одной из родительниц, кроме того, как оказалось, от хозяев частного детского сада пострадали и его воспитатели. Все это случилось после приезда нашей съемочной группы, которой возмущенные родители жаловались на ужасные для дошкольного учреждения условия. Проблема в этом садике, в его меню. Дети спят на полу, кровати не хватает, постель толком не стирают, персонала нет. Садик получает деньги за охранников, помповара и няньку. Все эти функции здесь выполняют родственники, хозяйки. Калькуляции нету. Дети часто приходят из садика голодными. Из-за того, что это частный сад, его никто не проверяет. Жители улицы Тургенева в последний летний месяц пережили нашествие крыс. Грызуны оккупировали мусорные баки, расположенные на этой улице. Местные жители говорили, что боятся выносить мусор из дома. Крысы смело рылись в мусорных баках. Это два. Мы наблюдаем вот это вот. Я, тем более, я гуляю с собакой. У меня охотничий пес. Он, конечно, на поводке, но мало ли, они же могут и туда укусить. И какая зараза может прийти в мой дом. Это же, это ненормально. А дети выходят, выносят мусор. Вот родители посылают детей. Это как? Это они вот, они даже не боятся. К отражению атак представителей незаконных религиозных формирований Актюбинская область готова на 100%. Так рапортовали местные военнослужащие. Свои возможности в оказании сопротивления и ликвидации преступников в конце августа демонстрировал личный состав войсковой части 30-238. Учения прошли на полигоне имени Есет-Батыра в районе поселка Богословка. Учения такого масштаба в нашем регионе были организованы впервые. Наша область на сегодняшний день учитывая прошлогодний опыт и учитывая все наши занятия, к чему мы готовимся и проводим, мы готовим на 100% чтобы в любое время выполнить поставленные задачи и дать достойный отпор незаконно вооруженного формирования. Под занавес летних каникул в нашем городе прошла традиционная августовская конференция педагогов. Промежуточные итоги работы учителей и их предложения по развитию отрасли озвучила руководитель областного управления образования Сауле Умербекова. В августе октобе наконец-то избавился от войны. Об этом на брифинге сообщил заместитель Акима области Кайрат Бекенов и главный эколог региона Жаксы Гали Иманкулов. Рабочая группа выявила причины зловония, постаралась устранить их и оштрафовала загрязняющую атмосферу предприятия. Нету запаха. Отрадно то, что буквально недавно приезжали к нам гости инвесторы из Китая и они говорили нам вы знаете мы живем в крупном городе в Пекине где очень много там загазовано много машин а приезжаешь в Актюбик чистейший воздух. Я говорю на самом деле 20 дней назад была чуть-чуть другая картина но вот эти комплексные меры эта вся работа сегодня дала результаты. В Казахстане стартовал новый учебный год. Школы Актюбинской области приняли 132 тысячи детей. 16 тысяч 422 из них первоклассники. Представители местной власти ввели в эксплуатацию 8 новых школ. На презентацию одной из них побывал Акимобласти Бертбек Сапарбаев. Он пожелал школьникам успехов и достижения намеченных целей. Вы хорошо знаете что было 10 лет тому назад в этом районе здесь ничего не было. Вот таких жилых домов таких вот социальных объектов как здесь сейчас мы специально основные объекты строим именно здесь микрорайоны Батыс потому что в будущем этот район должен быть административным центром нашего города потому что здесь все условия позволяют но что касается этой школы эта школа отвечает всем не только республиканским требованиям можно сказать и международным требованиям вот начиная вот здесь например установлен турникет чтобы можно было следить когда ученик зашел когда вышел чтобы родители не беспокоились его ребенок сидит в классе или там где-то прогуливает тем временем 20 октябрьских школ перешли на пятидневную учебную неделю переход осуществлен по рекомендации Министерства образования Республики Казахстан и согласия попечительских советов и родительских комитетов учебных заведений сейчас пятидневку полностью переводят с 1 по 11 классы 20 школ города в общеобразовательных школах с 1 по 8 классы переходит на пятидневную учебную неделю в школах-гимназиях и в школах-лицеях и в школах где ведется трехсуменное обучение пятидневные учебные недели ведется только в первых вторых пятых седьмых классах жара установившаяся в Ак-Тубе в начале осени принесла жителям не только радость но и немало хлопот на территории области всерьез разбушевались степные пожары в Атикибисском районе стихия унесла жизни нескольких человек если рассказать о последнем крупном пожаре который начался 2 сентября в Атикибисском районе в сельском округе Айке в районе местности Жанадауэр там в общем произошло загорание сухой травы на площади 15 тысяч гектаров в ходе тушения пожаров 3 человека то есть 3 члена ДПФ получили ожоги термические ожоги различной степени и были доставлены в районную больницу в середине сентября актюбинские чиновники начали активную подготовку к грандиозному мероприятию форуму земляков за 3 недели до праздника в городе запустили акцию по благоустройству санитарной очистки и озеленению территории в целях контроля за качеством работ при городском Акимате создали мобильные бригады к концу месяца в город стали прибывать участники форума Актюбе Благодатный край с участием порядка 300 земляков из 20 стран мира в Актюбе были открыты десятки социальных и спортивных объектов проведено множество познавательных встреч подписаны меморандумы о сотрудничестве на сумму свыше 80 миллиардов тенге средства массовой информации хорошо знаете какая сейчас у нас в Казахстане проводится политика в области изменения общественного сознания казахстанцев каждый из вас хорошо понимает любая страна должна развиваться не только в области экономики политики но и общественного сознания особенно по отношению любви своей родине патриотизма своей родине особенно по отношению воспитания будущего поколения кульминация праздника стало грандиозное шоу организованное на центральном стадионе имени Кубланды Батыра гостями вечера стали депутаты сенаторы сотрудники министерств и администрации президента представители партии и неправительственных организаций в театрализованном представлении приняли участие четыре с половиной тысячи человек из официальных лиц на мероприятие выступила госсекретарь страны Большара Абдыхалыкова высокая гостья сочетала обращение главы государства к участникам форума патриотизм является нерушимой опорой Мангалекьель прибытие на форум участников из всех регионов страны а также приезд из 20 государств подчеркивает нашу национальную идентичность наш патриотизм уверен что благое дело начатое сегодня в октябре будет продолженной в других регионах страны студенты а их на стадионе было около двух тысяч своими яркими футболками создавали красивый фон понятно что погода была не майская но все выступающие в том числе и маленькие детки танцоры показали всю свою стойкость проявив таким образом всю любовь к родной земле грандиозный концерт продолжался песни исполняли Хуралай и Мирас Бигжановы группа Музарт Света и Ханат Айтпаевы а вот их сына молодую звезду Димаша Кудайбергенова актюбинцы встретили особыми овациями завершился же вечер грандиозным салютом который раскрасил небо на Токтубе миллионами ярких огней в первых числах октября местные автолюбители поговаривали что иметь автомобиль становится все более накладным так как Актубе начало лихорадить от повышения цены на бензин он вновь подорожал на некоторых стоимость самой популярной марки АИ-92 увеличилась сразу на 5 тенге и стала составлять 152 тенге за литр кстати октябрь в Актубе начался замороз в ночь с первого на второй в городе выпал первый снег на шномонтажках появились и первые клиенты а 4 октября к нам приехал глава государства Нурсултан Назарбаев визит носил рабочий характер в ходе поездки президент посетил ряд промышленных и социально-культурных объектов побывал к примеру на рельсобалочном заводе и актюбинском заводе фиросплавов и других объектах посетил Ельбасы новую академию творчества где осмотрел различные аудитории и кружки где занимаются юные актюбинцы а также поговорил с творческой молодежью в ходе визита глава государства поговорила и с одними из самых юных дарований Местные онкологи учились удалять опухоли малоатравматичным способом в медцентре прошел мастер-класс его провел ведущий лапароскопический хирург страны СНГ и Европы Сергей Байдо на операционном столе оказался пациент у которого была опухоль желудка злокачественное образование вместе с желудком удалили и при помощи эндоскопической хирургии лапароскопической гастектомии проводится при это уже внедренных оперативных технологиях инновационных с применением современной аппаратуры которая действительно как вы сказали наполняет газом брюшную полость создается операционное пространство при этом с помощью специальных манипуляторов удаляется желудок с опухолью это позволяет добиться малой травматичности это ну ранней выздоровленности что пациент в краткие сроки выписывается домой западно-казахстанскому медуниверситету имени Успанова исполнилось 60 лет за это время преподаватели вуза подготовили тысячи специалистов которые работают не только во всей стране но и за ее пределами в конгресс холли-вуза состоялась конференция несколько человек среди них Куанга Леп Драхманов Намас Изембергенов Буладжи Налаев были награждены нагрудными знаками за вклад в развитие отечественной медицины Довольно интересное событие для молодежи прошло в октябре фестиваль робототехники он собрал более 600 зрителей эксперты поделились опытом в области развития технического моделирования организаторы и участники фестиваля единодушно признали что робототехника сейчас набирает обороты проходили у нас и республиканские командно-штабные учения ЖЕР-2017 в ходе них был проведен строевой смотр подготовленности техники и личного состава спасателей различных гос и частных учреждений а также коммунальных служб отдельные этапы учений проводились также и в районах области 12 октября стартовал инвест-форум экспо-2017 он собрал около 300 зарубежных гостей из 20 стран мира в рамках мероприятия состоялось пленарное заседание выставка инвест-потенциала и проектов Октябрьской области а также панельной сессии в целом по итогам форума было подписано 11 меморандумов на общую сумму около 200 миллиардов тенге так запланировано строительство тепличного комплекса хлеба комбината подписан меморандум по поставке мяса говядины в Россию и сотрудничество между СПК акту без корпорации развития Оренбургской области Октябрь также запомнился резким подорожанием картофеля торговцы просили за кило второго хлеба до 150 тенге был на прилавках конечно картофели подешевле мелкий по 100 крупный белый по 120 красный 130 в общем цена зависела от сорта и происхождения клубни как поговаривали продавцы погодные условия в текущем сезоне сложились непростые поэтому объем урожая был относительно невысок в этом же месяце вандалы надругались над захоронениями вопиющий факт вандализма произошел на мусульманском кладбище в Акжаре-1 злоумышленники осквернили сразу несколько могил вырвали чугунное ограждение на место происшествия выезжали оперативники заречного отдела полиции перехресток улиц Маметова и Шайкенова в 11 микрорайоне с 20 октября украшает памятник первому министру юстиции страны Нагошибаю Шайкенову он вел упорную борьбу за пробовую реформу реанимировал министерство юстиции пересмотрел его функции и задачи принял активное участие в разработке Конституции 1995 года его усилиями ускорено принятие гражданского кодекса в конце октября чиновники проверили готовность зимней очистительной техники к работе в зимний период по традиции состоялся смотр примерно в эти же дни на транспорт обратили внимание и госслужащие они наклеили на служебное авто наклейки заявив при этом, что сделано это для того чтобы наконец начать использовать транспорт автопарка госмашин исключительно по назначению ноябрь начался не с самой приятной новости услуги ТЭЦ смогут вырасти на 85% предприятие намерено в ближайшие 5 лет модернизировать производственные мощности обновить устаревшее оборудование и обеспечить бесперебойную работу объектов в будущем средства на эти цели планируется изыскать за счет повышения тарифа октябинцы отметили 350-летие Букинбай Батыра по случаю знаменательной даты в октябре проведен ряд торжественных мероприятий в том числе научно-практическая конференция и торжественная закладка капсулы под строительство памятника 16-метровая скульптура Батыра будет возведена за счет спонсорских средств а 7 ноября местные коммунисты отпраздновали 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции ставшей кульминационным событием мировой истории 20 века Правда, праздник у памятника вождю мирового пролетариата прошел скромно, хоть и торжественно Чуть позже Октябрь стал центром республиканских учений комитета по чрезвычайным ситуациям зима 2017 В нашу область прибыли руководители МВД и главные спасатели Казахстана Техника и технологии способные защитить население в случае ЧАЭС природного и техногенного характера были представлены на ежегодном смотре Также были отработаны действия аварийно-спасательных бригад в аэропорту на газопроводе в Заречном-4 и на трассе Самара-Шимкент А вот с дорогами у нас не все так гладко Акимат исходит от возможности бюджета Об этом на пресс-конференции по итогам 10 месяцев 2017 года заявил Аким города Ильяс Испанов Главный результат улучшения экономических показателей развития города в сфере образования все еще актуальной остается проблема трехсменного обучения а вопрос с городскими остановками также остается для города болезненным от новых актюбинцы далеко не в восторге Остановочные павильоны, которые вы считаете или народ считает, многие считают что не укрывают от жары или от холода или от ветра Я во многом с вами согласен но остановочные павильоны не устанавливаются для того, чтобы там находиться долгое время для этого мы и должны обеспечить интервал автобусов люди там долго не находились Эти остановочные павильоны такого же модели и таких размеров используются в Астане В Астане, вы сами понимаете по климату у них холоднее, чем у нас но такие остановки это атрибут и дизайн города В Ак-Тубе открылось почетное консульство Республики Армения Представительство Республики будет иметь консультативные функции для всех граждан страны Сейчас в нашей области проживают около трех тысяч армян В честь своего профессионального праздника и дня рождения Тенге актюбинские финансисты преподнесли городу подарок Небольшой сквер был обновлен и отреставрирован Здесь появились тематические постаменты посвященные национальной валюте Не полицейский, но власть имею Общественные помощники полицейских получили документальное подтверждение своих функций Среди будущих народных дружинников 200 человек практически всех возрастных категорий начиная со студентов и заканчивая пожилыми людьми Первое это совместное наведение порядка на том же районе, где проживаете Это возможно, первое касается по линии дорожной безопасности и парковка автомашин во дворах Мы сразу приехали Второе Это те, которые проживают в квартире в квартире съемщики Можете сообщить нам, сразу мы приедем Третье Это какие-то, если позволительные лица будут находиться в вашем подъезде Вы можете сообщить участковому инфектору полиции ИСУ-2 То есть активность вашей работы зависит в целом состояние преступности 41 проект будет реализован в рамках программы индустриально-инновационного сотрудничества Казахстана и России Об этом стало известно в ходе заседания Казахстанской российской межправительственной комиссии в Ак-Тубе Сейчас в Казахстане действует более 7 тысяч компаний с участием российских инвесторов Программа включается в 3-41 местный проект Насколько 4,5 дня Ак-Тубе в США И я догадываю наручники исследований наших стран Ак-Тубе Иридовичей проект Представляющих длинный интерес А также Отблизывающим государство В специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялись предварительные слушания По делу о хищениях нефти Которыми несколько лет занималась Организованная преступная группировка 4 брата Всего по делу Проходит 26 человек В их числе и бывшие Сотрудники правоохранительных органов Первое заседание Резонансного процесса Прошло при повышенных Мерах безопасности Подъездные пути к зданию суда Перекрыты Выставлены полицейские посты Сама территория Цеплена силовиками Все входящие в здание Подвергаются Тщательному досмотру Но и поприсутствовать На процессе Удалось далеко не всем К примеру Журналисты Наблюдали за происходящим В зале суда Посредством онлайн-трансляции В Ак-Тубе съехались лица Ответственные за качество Школьного образования Это авторы одиозных учебников Вызвавших массу нареканий Руководители издательств А также представители Центра Ухулык Главного органа Дающего добро на печати Поставку тиражей В образовательные учреждения Цель форума Работа над ошибками 21 ноября Человечество отметило Всемирный день телевидения Это средство Современной коммуникации Занимает огромное место В жизни каждого человека Несмотря на стремительное развитие Новых технологий Обилие всевозможных гаджетов И доступность Мобильного интернета Телевидение по-прежнему Занимает достойную нишу В жизни современного человека Для кого-то она остается Любимым А для кого-то Пока еще Единственным Доступным способом Получения информации И сложно себе Представить людей Если они не будут Переключать кнопки Любимых каналов В поисках свежих новостей Интересных фильмов И познавательных программ Аким города Ильяс Испанов Рассказал Каким будет Актюбе В ближайшем будущем По данным городского Акимата Актюбинская агломерация Охватывает территорию Шести районов Общей площадью 4,8 тысяч Квадратных километров Где проживает Почти 600 тысяч человек Фактически Из-за того Что это частный капитал Мы конкретные сроки Не можем указать Поэтому мы будем Всячески помогать В плане сетей В плане дорог Инженерных сетей Благоустройства Это со стороны города А вот инвесторы Должны заниматься Этим вопросом Привлекаемые банки Уже три потенциальные Застройщики Как вот Байрханов докладывал Уже первые дома Уже начали строить Соответственно Это все зависит От того Как будут Привлечены жители Будущие покупатели И еще один шаг В пользу благоустройства Прежние мусорные площадки В Актюбе В скором времени Полностью заменят На новые евроконтейнеры В которых предусмотрен Раздельный сбор отходов Это по мнению чиновников Позволит улучшить Экологическую обстановку И ликвидировать Стихийные свалки Тем временем Депутаты заботились О будущем В областном Маслехате Состоялось Расширенное заседание По рассмотрению Проекта бюджета На предстоящие два года Доходы в 2018 году По подсчетам Составят 102 миллиарда 2 миллиона тенге Расходы без целевых трансфертов 107,5 миллиардов Они распределены По 28 администраторам Бюджетных программ Основные средства В новом году Планируется потратить На образование Строительство дорог И для уверенности В собственной безопасности На техническое оснащение Сотрудников полиции Первый день зимы И по совместительству День первого президента Стал днем новосерия Для 273 октябинцев Кроме того Декабрь стал месяцем Открытий и запусков Проектов Но закончился декабрь Приятными новогодними мероприятиями В Казахстане 1 декабря Отметили день первого президента По всей стране Прошли праздничные мероприятия А 273 октябинца Отметили сразу два праздника День первого президента И долгожданное новоселье Ключи от новых квартир В торжественной обстановке Вручил Аким области Бердебек Сапарбаев Мы понимаем, что для любого человека Для каждой семьи Самое главное это жилье И вот здесь нам хорошо помогает Жилый стройбанк Около 70 тысяч активистов Активисты являются участниками Этой программы Они имеют в своих счетах Определенные накопления И мы будем дальше делать Самое главное Есть государственная поддержка Есть деньги Есть внимание президента Мы этим должны воспользоваться Кроме того В этот день был официально открыт Центр Жубановтар Элемен Перед собравшимися выступил Аким области Бердебек Сапарбаев А также деятели культуры И представители династии Жубановых Для нас это очень волнительно Это не просто Так, другой скажет Ну, подумаешь, дом открыли Но это очень здорово Что на той земле Из которой они выросли Которую они описывали И в своих песнях Везде это, наверное, отражается Открылся вот такой дом Я бы хотела Я и с трибуны говорила И сейчас говорю Пусть слушают Что этот дом сделан Не для того, чтобы мы сидели И радовались Этот дом сделан для народа Там будут разные кружки Зал, библиотеки, музеи И, конечно, хотелось бы Что он был местом Вот даже, можно сказать Какой-то сходки Людей, которые любят музыку Актюбинские егери Оказались браконьерами 5 декабря Семь инспекторов Иргисторгайского резервата Были задержаны За браконьерство Полицейские сотрудники РГП Охотзоопром Изъяли у задержанных 11 туш и 8 рогов сайги Охотничье оружие И ножовки Два дня Стражи порядка Собирали улики В Иргиской степи Подозреваемые Пытались избавиться От следов преступного промысла На месте были обнаружены Следы от протекторов автомашины Следуя по следам автомашины В 10 километрах Были обнаружены Две автомашины УАЗ Принадлежащие РГП Иргисторгайскому резервату И семь инспекторов Данного резервата При досмотре Багажников автомашины В багажнике были обнаружены Бурые пятна крови Окровавленный топор И шерсть сайги В 800 метрах от автомашины Также были обнаружены 35 патронов 12-го калибра От охотничьего ружья Ножовка И ружье Со сбитыми номерами Два крупных проекта Запущены в Октябрьской области Дан старт установки Осушки газа В подземном хранилище Газа Базой И сдан в эксплуатацию Казахстанский завод Нефтяного оборудования Мощностью 50 тысяч тонн Продукции в год Предприятие обеспечит Рабочими местами 120 человек Старт работе завода Дан 6 декабря В октябре На связь с президентом Вышли Аким региона Бердебек Сапарбаев И директор ТО Казахстанский завод Нефтяного оборудования Анар Кашлаев За два дня 14 и 15 декабря В области спасены 76 человек Которые чуть не замерзли В степи Из-за неисправности автобусов В числе эвакуированных 69 граждан Узбекистана Ехавшие заработков из России Также 14 декабря 8 часов По местному времени В Атякивийском районе В 5 километрах От поселка Камсомол На 78 километрах Автодороги Караптах Камсово-Хостанай В направлении Ташкан-Перим Здесь тоже За техническими неисправностями Был остановлен автобус Пожарочный автобус Марки Форд Гос. номер 391 Один Также В этом находились 16 человек Все были Свое время эвакуированы В пункт обогрева 21 декабря Зажглись огни На главной елке города Установленной Напротив областного Акимата 30-ти метровая конструкция Самая большая В Актюбинской области И в этом году Устанавливается в шестой раз Для ночного оформления елки Было изготовлено 38 гирлянд Общей длиной Более 1 километра Кроме этого Елка украшена Национальным орнаментом 22 декабря Ярко и шумно Началась в нашем городе Главная елка страны Президентская Воспитанники детских домов И интернатов Дети из малообеспеченных И многодетных семей Инвалиды Все они были Главными гостями Долгожданного И самого волшебного События года Без чудес не обошлось А вот волшебником На короткое время Стал Аким области Он дал старт Самой приятной процедуре Вручению подарков Мы все ждем Этот праздник Это самый любимый праздник Наших детей Дети ждут елку Какие-то чудеса Какие-то там Множества Но наша задача В первую очередь Ваших родителей Все старшего поколения Чтобы вы Могли получить Достойное Образование Воспитание Имеет возможность Заниматься Спортом Искусством Ну а мы от всего коллектива Рика ТВ Поздравляем с Новым Годом Наших дорогих зрителей Которые на протяжении Всего 2017 года Были вместе с нами Всего вам хорошего В Новом Году Пусть он будет наполнен Самыми радостными событиями И счастливыми моментами Пусть вам будет сопутствовать Удача во всех начинаниях Новых побед Ярких эмоций И самое главное Здоровья Вам и вашим близким Дорогие наши зрители С Новым Годом